Добрый день, дорогие друзья! Во все годы меломаны всегда хотели и требовали что-то новое, что-то уникальное, что-то интересное. Ну что ж, хотите, получайте! Сказал в далеком 1987 году Северодонецкий завод сопротивлений и выпустил на свет вот такие вот дивные и замечательные акустические системы электроника 25АС-132. И что же в этих системах уникального, интересного и при чем они примечательны, мы сегодня с вами попробуем в течение нескольких последующих минут разобраться. А ближе к концу сегодняшнего выпуска я также предлагаю провести небольшой эксперимент, о сути которого я расскажу вам немножко попозже. Итак, общие особенности и конструктив. Как мы уже видим, инженеры завода пошли достаточно далеко с своей цели полного изолирования среднечастотного и высокочастотного звена от негативного влияния низкочастотного динамика и разделили все три громкоговорителя в свои отдельные корпуса. Решение достаточно интересное, достаточно, скажем так, новаторское и необычное по своей сути для далекого 87-го года, когда для всех нас были более привычны обычные акустические системы, скажем так, в монолитном корпусе. Выглядит интересно, красиво, современно, привлекательно. Фильтра разделительные при этом находятся отдельно в среднечастотном и высокочастотном звене. В низкочастотном блоке фильтров никаких нет, там идет прямая подача сигнала и на задней стенке расположены два разъема для подключения средних и высокочастотных блоков. Фильтры установлены разделительные непосредственно в каждом блоке отдельно в среднем и высокочастотном. Таким образом, это, скажем так, дает гарантию того, что вы никоим образом там не перепутаете разъем для подключения, потому что на самом деле без разницы вправо или влево вы его и включите, играть они будут, звучать они будут так, как они должны звучать. Что же касается непосредственно самого вопроса звучания. В первую очередь, что немножко удручает, это достаточно узкий частотный диапазон, который составляет всего лишь от 50 до 20 тысяч герц. И узок он как раз таки по низкочастотному звену. Если вверху там 20 тысяч герц, в принципе, вполне достаточно, учитывая, что практически никто после 30, а тем более 40 лет, звук на этой частоте никогда и не услышит, то 50 герц для низкочастотника, с моей точки зрения, достаточно мало. Если мы вспомним остальные аналогичные трехполосные 50-ваттные акустические системы, типа S50 радиотехники, типа Vega 50 S106, у которой по низу частотный диапазон стартует от 40 герц, у той же 104 веки вообще от 31,5 герц и я молчу за более крупные 90-ваттные там акустические системы, как S90, там амфетоны различные, клевера и так далее, у которых и 30, и 25 герц нижняя граница присутствует, то здесь 50 и эти 50 очень сильно действительно чувствуются. И когда ты прослушиваешь данные акустические системы, ты понимаешь, что чего-чего, а вот низа здесь как раз-таки не хватает. Получается такой своеобразный диссонанс между солидным, интересным таким вот корпусом низкочастотного блока и отсутствием полноценных низов на обычном линейном звучании. Даже там подкручивание тембра, либо использование эквалайзера, не всегда помогает и не всегда дает возможность подтянуть низа до необходимого комфортного для прослушивания уровня. Поэтому, ребята, если вы там где-то на барахолках ищите отдельно низкочастотные блоки данной акустики с целью получить в их лице два вот таких вот там сабвуфера, да, то каких-то пассивных, либо переделать их в активные, то, смею вас заверить, ничего из-за этого у вас не получится. Что же касается общего уровня звучания, с моей субъективной точки зрения, далеко не самый интересный окрас звука, а точнее сказать, его здесь нет в принципе от слова совсем. Колонки звучат, ну вот, вот как-то плоско, совсем плоско, совсем бесхарактерно, я бы сказал, и выбирать их для себя, для прослушивания на ежедневной основе, я бы вам, честно говоря, не рекомендовал, есть достаточное количество более интересных вариантов. Но, если вам хочется получить что-то необычное, что-то вот такое неординарное себе в домашнюю коллекцию, да еще и в хорошем состоянии, то вариант очень даже интересен, не только на 1987 год, но и на сегодняшний день акустика выглядит стильно, современно, молодежно, и может послужить украшением любого интерьера. Еще одним минусом, может быть небольшим, но все же минусом у данной акустики является невысокое значение чувствительности. Согласно техническим характеристикам, 84 дБ, согласно моим практическим ощущениям, действительно, чувствительности у данной акустики не хватает. Вроде бы здесь и используются обычные, давно нам знакомые, стандартные громкоговорители, 35 GDN1-4 в низкочастотном блоке, 20 GD-S1-8 в среднечастотном, и 6 GD-V6-16 в высокочастотном звене. Но по уровню чувствительности данная акустика, опять-таки, уступает своим аналогичным собратьям, и для того, чтобы она хоть как-то зазвучала, хоть как-то раскрылась, нужно подать на нее достаточно такой вот немалый уровень мощности из усилителя, тогда эти системы начинают звучать. Если же вы хотите вечером тихонько там закрыться в своей комнате и на малой громкости прослушать какую-то любимую композицию на 132-й электронике, то, поверьте, у вас это получится с большим трудом, либо не получится от слова совсем, потому что на малых мощностях данная акустика не звучит практически никак. Ну и еще к минусам я бы отнес один факт, который заключается в том, что данная акустика выпускалась только в одном исполнении с сопротивлением 4 Ома. В 8 Омом варианте она не выпускалась, и это немножко может быть препятствием для подключения ее к некоторым современным усилителям либо ресиверам, которые требуют только 6 или 8 Ом сопротивления на акустике. Здесь 4, поэтому нужно, имея желание использовать эти акустические системы у себя для прослушивания музыки, нужно также задаваться вопросом подбора под них усилителя, способного работать с 4 Омными акустическими системами. Ну, в принципе, где-то на этом все. А теперь, что касается интересного момента, для того, чтобы немножко разрядить такую нависшую обстановку негатива над этой акустикой, проведем эксперимент, о котором я говорил в начале своего ролика, и в чем он будет заключаться. Если обратить внимание на частотные характеристики каждого блока данной акустики в отдельности, то мы можем заметить очень интересный факт. Низкочастотный блок по верхней своей границе, своего частотного диапазона, ограничен 4000 Гц, а среднечастотный блок буквально на немного больше, 5 Ю. И я вот полистал, поизучал информацию, и если посмотреть вот сейчас на те графики, которые расположены в верхнем углу нашего экрана, то мы увидим, что согласно ним низкочастотное сбино даже уходит за эти заявленные 4000 Гц, и практически вплотную прижимается к верхней границе среднечастотного диапазона. И мне стало интересно, учитывая, что там используется и громкоговоритель наш, стандартный 35 ГДН, который активно используется в двухполосных акустических системах и прекрасно, в принципе, вытягивает середину, мне стало интересно, а как эта акустика зазвучит без среднечастотного блока, если его, в принципе, отключить от слова совсем. Будет ли слышна разница в звучании просто рядовому обывателю, если не измерять ее там какими-то сверхточными приборами и не рисовать графики. Вот этим, дорогие друзья, я и предлагаю нам сейчас заняться. я планирую включить несколько каких-то таких ударных ритмичных композиций для того, чтобы послушать разницу между звучанием полноценной трехполосной системы электроника 25АС-132 и урезанным ее вариантом, а точнее с отключенными среднечастотными блоками. Ну что ж, дорогие друзья, сейчас я запущу поочередно несколько коротких отрывков из различных композиций музыкальных для того, чтобы услышать разницу звучания с среднечастотным звеном и с отключенным среднечастотным звеном. В первой будет звучать композиция в исполнении полноценной трехполосной акустики, вторым отрывком в каждой композиции будет звучать данная акустика в так называемом урезанном виде с отключенным среднечастотным звеном. И, дорогие друзья, с вашей стороны я ожидаю большое количество комментариев, которых вы поделитесь своим впечатлением и расскажете мне, мне будет очень интересно услышать, с вашей стороны действительно ли отсутствие среднечастотного звена кардинально влияет на звучание электроники 25S-132. Либо же можно ее использовать и в качестве двухполосной акустики. Ну что ж, слушаем и изгладаем свое мнение по этому поводу. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Ну что ж, дорогие друзья, эксперимент, я считаю, удался и теперь с огромным нетерпением жду в комментариях под данным видео ваше личное мнение о том, насколько отличается звучание и отличается ли оно вообще полноценной трехполосной акустической системы 25S-132 электроника и ее урезанной двухполосной версии с отключенным среднечастотным звеном. пишите комментарии ну а у нас на этом на сегодня все с вас, как всегда, лайк, подписка и, конечно же, ваше мнение о нашем эксперименте ну а с нас, как всегда, много всего интересного хороших вам дней до новых встреч! Продолжение следует...